Привет, дорогие друзья! Ну что, хорошие новости из Западной Украины. Петя поехал, потому что полагал, что там же его электорат, он же обрабатывает свой электорат. Что он делает? Не анонсирует. И где-то за час до его приезда начинают вставить там сцену, быстро-быстро-быстро, чтобы, не дай бог, наши люди не успели поехать. Фишка в том, что они не понимают, что нашим людям не надо никуда ехать. Наши люди там на месте. Вот в чем основная тема. Они не могут вдуплить. Они сейчас, ну, чем только не занимаются. Они не понимают нашего движения. Что нахрен происходит? Наши люди везде. Поэтому ехать им не надо. Ты попался. Лошара. А там-то ты сзаду подказывай, куда ходить и треба, и что робите. Маршрут действия. Наши люди ходят за тобой. Везде. Абсолютно. Но ты приехал, а они уже там. С красными шариками. Я удивлен. Там из некоторых районов ребята подтянулись, да? Но там же, там, практически, там, горные районы, да? Откуда они взяли шарики, я вообще не понимаю, да? Но, по версии Пети, наверное, ФСБ сбрасывал с вертолетов. Короче, встречи были теплые. Муни, вы можете, да? Муни, мы, я вообще не fim. А я помню здесь. Я в этой точке. Но, вы же решили. Ага. Макс, я в этой точке. 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 Матюки не одобряют, честно. Ну, нехорошо так. Ну, иногда можно. Это известный пенсионер. Это пенсионер, когда мы догоняли Петю, вы, наверное, помните, он вышел и сказал, дякую за бедность, Петро Алексеевич, дякую за бедность, да, и тогда там, ну, он стал, в общем, известен везде, и это город Хуст, и он там вышел сейчас с шариком, с нашим символом, с красным шариком. Петя его начинает, вуйка говорит, вот этот вот. Он вообще вел себя, ну, я вам покажу, да, он вел себя просто как скотина. Мы начинаем себя поважать. Им это как киска в горле. Они будут перешкотчать каждому нашему. Это украинцы, Петро Алексеевич. И вот сегодня наша позиция. Украинцы вас не поддерживают. Украинцы, которые вас не поддерживают. Украинцы, которые вы поддержали, чтобы мы защитили Украину. Смейтеся, вы сами украинцы. Смейтеся. Заходили, заходили, заходили от оппозиционной платформы, заходили от шария. О, уже видите, защитили Украину от шария. Достижение. Вообще фамилия Шарий звучит очень часто в его выступлениях. Я не против. Он несколько раз выдумал недочеловеков. Как будто бы мы называли украинцев недочеловеками. Что глупо, потому что мы сами украинцы. Почему недочеловеки? Я так понимаю, это он сам, получается, называет так? Или считает так? Веду тех, которые говорят, что на запад от Киева мы с пещер повылезали. На запад от Киева с пещер повылезали. Зачем он разжигает? Слушайте, он же в натуре разжигает. Потому что они сначала должны выбачиться перед украинцами за ту грязь, которую они сделали. Сначала выбаться сам перед шарьем. И на сегодняшний день, если мы на фронте... Тут они точно не прийдут. И вот теперь для чего команда Европейской Солидарности идет под парламентский купол? Чтобы красти дальше. Чтобы красти дальше. Хлопцы, это угарно. Я когда смотрел это, у меня просто не было слов. Ну, короче, я тут поржал. Или волонтер, 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 який пять роков на лепину этих шарьевцев допомагала армии боронить украинскую землю. Петя, слушай, ну мне грустно, что ты меня постоянно обижаешь вот это вот в своих выступлениях. Если уже упоминаешь меня, то давай в каком-то хорошем контексте. Когда те блестали и сказали, что украинцы это не до человека. Опять не до человека. Ему нравится это произносить? В чем фишка? Ничего искреннего у вас не выйдет, вы выбрешите. А с нами правда, с нами Бог. И одно, тоже важное джерело правды. Скажите мне, пожалуйста, кто когда-нибудь смотрел в Ата-шоу? реклама вата шоу от президента вы знаете что типа нельзя говорить бывший президент типа все говорят президент реклама вата шоу от президента не смотрит никто это да я знаю давно не смотрят я не назову этот прием теплым конечно же почему он вот это вот так пренебрежительно цей вуйку почему я не могу понять все это что как-то обидно должно быть в уйку или что пацан этот бесценный закарпатский смех его ни с чем не спутать а який ведет потужно информационно скільки 20 подписчиков против шария против таких и украина как киска в горле против тех яки нас называют недочеловеки опять недочеловеки нахрен он выдумал и теперь везде это рассказывает натравливает врет и тих яки нас называют бидло не бидло мы точно запинимо вас как вы у камнянких людей назвали мы не дозволимо не дозволимо им руйнувать нашу державу как назвал виблиотками назвал просто он украинцев взял и назвал виблиотками когда кто-то борется за украину инши продолжают чухать за грошей шарики это какой-то лайфхак вообще европейской солидарности постоянно оскорблять украинцев тысячи сотни тысяч украинцев вот это вот быдло тупое взяла и сказала что это все они оплаченные выходят на улицы городов зачем я не могу понять вы же свой рейтинг который сейчас сколько 2 и 1 наверно да или 2 и 3 вообще умножайте на ноль сейчас хочу трошки прошли а шарик загали мий фанат вина про мене же 6 видео виндуже хочет быть кращим блогером украины али остальные два роки краще блогер украины я ведь все у него все песец шо так гнать как вам объяснить тем кто сейчас стоит и улыбается работает на наших врагов что мы уже видели этого врага в натуре российский сапог это это не смешно слушать это там про российские сапоги там про портянки еще что-то может вам рассказать это у себя там хорошо у нас у украинцев свои украинские проблемы хули ты лезешь со своим сапогом мы тоже вот так собирались это же были такие шарии которые кричали про русский мир а сегодня рот заткнули и сидят с ты дебил если ты найдешь где шарий кричал про русский мир ты получишь 55 тысяч евро ну тебе тебе тогда не придется вот это унижено ездить за какие-то копейки от европейской солидарности поживешь нормально просто убежден что мы не оставим шансов не только шари ну что такой шаре вы плотнули сегодня герои украины спасибо ребята а это вообще вот это вот порохоботище вот это она ездит там жемчугов такой еще был этого уже спрятали туда все с ума сошел вот это вот тоже ездит чудо в перьях лепит что попало ты вообще видео смотрел вообще шире русский мир причем без посереднего до творения карпатской украины тут сам и в хусте тут сам и в хусте я купил его впервые за всю историю в украине приглашена так то моя власть все крови бидло научить тебя слушать бредня этого татарина ты чё думал слушай стой песню про комбайн они знали что шаре украины в украине нет а обливает украину грязью он обрывает політики в грязью не украину не плутать вот тут есть они как орки какие-то вот вот честно там без злобы без ничего но украина немножко похоже на орков вам не кажется где прихильники европейской солидарности но настоящее сумасшествие наступило позже в ужгород естественно прикатился тоже без анонсов уж город также устроил теплый прием украинской солидарности петра порошенко украинской солидарности он кричит браво ему нравится ваша гоньба он кричит браво продолжает герои герои карпатской сети стоять в наших визвольных змаганиях поруч с героями украинской народной республики ну давайте чтобы они почули порошенко 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 тяга порошенко и это я сказал друзья нечего одним не выйдет нас больше мы сильнее мы молодые А что делали они? А они пытались нас, украинцев, назвать импульс. А они пытались импульсить Россию. Ты был в России? А что же это пытались импульсить? Недочеловекам. Шарик, оплаченным за российские деньги. Пока старый психопат беснуется, тот на сцене говорит, что опять недочеловеки и за российские гроши. Если уж разобраться, то у меня больше денег даже американских, можно так сказать. Петя, а что ты мелешь? Это молодые люди, за нас молодые люди. Они не ведутся на эти базары дурные. Наша церковь и наша мова. Смотрите, четко, аргументированно и очень спокойно. Параха-боты общаются. Молодцы. Наши боевые побратим Михаилу Заброски. Я прошу области, Меликай Михаилу. Слухай, я его витаю. Ты понимаешь, когда вас насилуют девушек, там убиваются. Казать то слово. Серовского лошади, что Украина пишается вашими земляками, дейцами 128-го окрема, гирско-штурмовое бригад. Все Украина пишается дейцами. Пацаны прикололись. Они просто спокойно дали ему ярлык врага. Вы же знаете, ярлык лучше. ФСБ, Кремль платит, все такое. Они безнадежно отстали, конечно. Сейчас уже не пятнадцатый год, чтобы вхавали вот такой вот порожняк. Уже все, девятнадцатый. Уже никто не верит, что для того, чтобы выступить против Порошенко, надо получить деньги из Кремля. Ужгород, я вас просто люблю. Поймите, друзья, это без анонса, без каких-либо предупреждений. На месте организовались моментально за час. Хлоп, есть. Красавцы. Они хотят сделать ДНР и ЛНР с каждой нашей области. Неужели мы их не остановим? А еще они задумали повернуть украинских православных. Киев, владу, российские православные церкви. Они подали до окружного суду, міста Киева, позов. А можно еще? Украинская независимость. И так, от численных прикладов. Мы видим, как этот план реализуется. ХелленKay! Еще раз, друзья, будем мовчить них. Порошенко! 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 Рассказать жителям Ужгорода, что они не нужны в Ужгороде, ну это сильно. Ради, Гэр Шалил, 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 ради, Гэр Шалил. Первое, если вы заметили, то там парни из толпы присоединяются к парням с шариками и становятся рядом, тоже берут в руки шарики. Второе, он опять-таки прогоняет Ужгородцев из Ужгорода. европейская солидарность, мне кажется просто охамела в край полностью, от безнаказанности я не знаю от чего, но приезжать в города и рассказывать, что жителям города надо уезжать из этого города, в Россию там куда, ты же больной постоянно прогоняет постоянно молодых людей это прогоняет, чемодан, вокзал, Россия я реально постоянно думаю как вернуть тех, которые уехали потому что хорошие ребята уезжают я думаю, как вернуть, он их прогоняет не сидели на диванах, знову скажу друкующие посты в фейсбуке не выходили за 30 слепленников подпрацевать за кордонным господием они боронили державу и самое на понятном вам русском языке это звучит на воре шапка горит вот скажите, как вы думаете, он реально сошел с ума он играет, или он всерьез кто-то думает, что в Ужгород приехали русские шпионы на понятном для вас русском языке я боялась скажите, что вы уже не спрацювали ваши шпионы и опять прогоняет ужгородцев геть звится, я говорю сам геть едь оттуда это же их город так, во-первых Медведчук боялся не надо меня пристегивать к твоему другу Медведчуку потому что не ко мне он по ночам ездил и тер там о чем-то а к тебе это ты разрешал ему летать напрямую, несмотря на запрет полета из Киева в Москву также по своим бизнес делам поэтому лучше закрой свою хлеборезку по поводу Медведчука который при тебе не высовывался он высовывался прямо в администрации президента из-под Плинтуса и сразу у тебя в кабинете оказывался оккупационные формы воспряли дух русским духом они думают, что они будут руиновать фундамент ни того где не было на фронте Вы, еще раз наголошу, называли украинцами бытво. Вы называли украинцами недочеловеками. Опять пошел про недочеловеков врать. Где? Когда? Покажи. Ваш лидер истнует на гроши ФСГ. Вы, вам не місция в Украине. Нашей европейской Украине. Вы, Владимир Лороссий. Вы, Владимир Лороссий. Украина! Крым! Украина! Крым! Украина! Крым! Украина! Еще раз, еще раз, кто-то будет чипать украинский прапор, будут проблемы. Обещаю. Ты, гнида, себе уже проблем наколупал очень много. Я не буду сдерживаться по отношению к нему. Потому что это гнида, стравливающая людей. Твоя бабка побежала, рогами задела флаг. Если еще раз тронете, будут проблемы. От тебя, что ли, будут проблемы? Нет. Ты толпу собираешься натравить? На толпу. Крови хочется, да? Если бы нас тут не было тысячи, они бы думали, что они господарю Украины. Если бы мы не были так организованы, Путин думал, что он в Ужгороди может командовать. Почему тут Путин? Почему Путин? Где здесь Путин? И Полтава делает тут величезную работу. Потому что он бьет информационных капитулянтов в России. И бьет добре. Это волонтер. Это член нашей команды. И он великолеп. Ир. Молодец! Полтава! Молодец! Полтава! Молодец! Молодец! Андрей, это любовь. Это большая ответственность. Спасибо. Это Россия. А они не верят. А они с ним контактируют. И с ним одноклассники не足али. Они хотят... Посмотрите. Посмотрите. Они хотят снова нас заполить. А ну еще раз. Порошенко! А это что за заявление? Как только мы объединяемся, они перестают быть украинцами. Ты у них гражданство отнимаешь? Или каким образом они вдруг перестают? Я вообще, вот я завтра, вот прямо завтра, через несколько часов обращусь к юристам, лучшим юристам, и поинтересуюсь, нет ли вот в этих вот вещах вообще каких-то разжиганий розни, я не знаю, каких-то, ну, что это такое? Вы перестаете быть украинцами, когда мы объединяемся. Надо будет уточнить, потому что он же со сцены это говорит, он же не просто на кухне говорит. Друзья, я сейчас сказал лучше, мы будем... Порошенко! 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 Я вам обещаю, мирный развитие закинчивается, когда мы говорим про память украинских солдат. Призывают уже к окончанию мирного развития. Почему-то говорит, когда мы говорим про память погибших. Ты не приплетай память погибших к себе. При чем тут? Когда мы говорим про небезпеку агрессии, а вы будете стоять с кульками, все, что он умеет, это угрожать. Все, что они умеют, это угрожать. Вот это долбанное маленькое меньшинство, которое мы должны победить, светлая сила победит это долбанное меньшинство, затопчет его, затопчет. Если новая власть не может, тупорылит. Значит, это сделаем мы. Мы все вместе. Не провокуйте, украинцы. Мы терплячие, мы терплячие, мы добрые. Но я не хочу, чтобы у нас была злочинная бездействие полиции, чтобы у нас есть выборчий митинг. Вы пытаетесь нам его взорвать. Я твердо уверен, что мы вам этого не дадим. Еще раз. Порошенко! 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 Он постоянно, все время угрожает. Заметьте. Все, что он умеет, это угрожает. Порошенко! Порошенко! Стоп! 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 Они кричат ганьба в наш ярм. Еще раз. Они кричат ганьба в наш ярм. И вот это я вам, негидникам, никогда не побачу. Столик пельчусь. Он разжигает. Он специально натравливает. Они кричат ганьба нашей армии. Типа, ты не знаешь, чему они кричат ганьба? Они не армии кричат ганьба. Конечно же, они тебе кричат ганьба. Нахрена ты натравливаешь украинцев на украинцев? Закарпаттия. Закарпаттия. Тут я абсолютный лидер. Вот я слышу, какой ты абсолютный лидер на Закарпаттии. Прям слышу, слышу. Столомисть мы сруйнуем. Я уявляю, что мы еще не через три месяца, после президентских выборов, мы собачили встильки из нас. Мы не выбрят. Мы не выбрят. Какая ситуация информативная. Мы не выбрят. 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 И выгнать этот непотреб из Украины. Назад. В Украину оккупанцев. Простите. Мы не допустим, чтобы эти оккупационные платформы, оккупационные платформы... Он постоянно выгоняет людей. Постоянно выгоняет непотреб. Это он украинцев уже назвал непотребом. Выгоняет украинцев постоянно в Россию. Почему в Россию? Там на твоей фабрике работа есть? Я не могу понять. Я даже его не выгоняю из страны. Я считаю, что он должен сидеть именно в Украине. Я не могу понять, что он должен быть в Украине. Чемодан-вокзал-Россия. 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 Ужгородцам приезжает такой город. Чемодан-вокзал-Россия. Давайте валите отсюда. Да ты вали, слышишь? У тебя невестка из России. Как раз таки можно пристроить куда-нибудь. Ну давай еще. Про язык в жопу и давай закончим. О, это уже уровень. Это уровень. Ну что? Пациент сошел с ума? Пациент сошел с ума, как вы считаете? Что там делают другие оппозиционеры? Ну те, которые там активно сражались с этим режимом. Они себя пиарят, да? Я так смотрю. Этим занимаемся мы. Этим занимается пара, я считаю, лучших юристов Украины. Этим занимаетесь вы. Обычные люди. Обычные люди. У которых нет полномочий, но скоро будут. Когда мы пройдем, вы получите эти самые депутатские полномочия. Вы сможете влиять на законотворчество. Плюс у нас есть еще несколько отличных идей. Его надо загонять. И плюньте в лицо тому, кто говорит, все, он уже загнан. Он не загнан. Это настоящее явление. Это настоящее явление, которое поднимает голову. Но не хочу повторяться. Извините за такой длинный блог. Я надеюсь, вам было интересно. За Карпатию мой просто супер респект. И давайте все вместе выразим Западной Украине респект. Классно. Это было очень классно. А видео у меня еще вот столько. Из разных мест. Пока. Мои дорогие друзья, я бы хотел вас сейчас поздравить. Потому что мы теперь политическая партия. Партия Шария. Партия Шария. Партия Шария. Партия Шария.